Армения проводит учения не с ОДКБ, а с США, а в Украине назначили нового министра обороны. Об этом писала пресса на прошлой неделе, а мы сейчас расскажем, какие фальсификации и манипуляции на эти и другие темы допустили различные СМИ. Я Алена Чернявская, и вы смотрите Weekly Top Fake. Поехали. За полтора года войны ЕС принял 11 пакетов санкций против России и начал готовить 12-й. Он может затронуть атомный сектор, IT и импорт драгоценных камней. В это же время белорусские медиа утверждают, что на сознание людей санкции в отношении России не влияют. Свежие соцопросы показывают, что Россию изолировать не удалось. В рейтинге самых влиятельных стран планеты Россия, вопреки давлению и попытке санкционирования отменить русскую культуру, оказалась на третьем месте. Рейтинг самых влиятельных стран, о котором пишет Березина, это лишь один подрейтинг из 10, по которым выводится рейтинг лучших стран мира. То есть одна из характеристик страны. По влиятельности в мире Россия действительно на третьем месте после таких же гигантов, как США и Китай. Рейтинг составляется по результатам опроса 17 тысяч человек по всему миру. И практически все опрошенные признали, что считают Россию страной-лидером, политически влиятельной и имеющей большую армию. К российской культуре, как пишет Березина, это вообще не имеет никакого отношения. Потому что в рейтинге стран, имеющих наибольшее культурное влияние, Россия только на 38-м месте. По качеству жизни на 51-м. Как место для путешествий на 79-м месте из 87-ми. А по открытости для бизнеса на самом последнем. В итоге, в общем рейтинге лучших стран мира, она лишь на 37-м месте. А в 21-м году до войны была на 24-м. Об этом Березина не сказала. Как думаете, почему? Расскажите нам об этом в комментариях. Если вы находитесь на территории Беларуси, предварительно убедитесь, что для вас это будет безопасно. А за то, что телеграм-канал Березина пытается не замечать проседания имиджа России, он получает 5-е место рейтинга неправды этой недели. 17 сентября Беларусь отметила День народного единства. Это день, когда к БСССР присоединили западные земли после нападения на Польшу. Праздник отметили диалоговыми площадками, патриотическими акциями и выступлением Александра Лукашенко на Большом патриотическом форуме «Мы белорусы» на Минск-арене. А в передаче «Озаренок напрямую» первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов заявил, что до прихода советской власти в западных областях детям запрещали учиться. Процесс ополячивания шел и в религии, процесс ополячивания шел и в образовании, ведь деткам запрещали учиться. Только каждый третий или четвертый мог получить образование и то, не на родном языке, белорусском или русском, а только на польском. Это не так. Польские историки действительно приводят данные, что в 1921 году, то есть сразу после того, как эти земли от России перешли в Польшу, на территории Креса-Всходних учился лишь каждый третий ребенок. Но за межвоенные годы ситуация заметно изменилась. Мы нашли польский статистический сборник 1939 года. В учебном 1937-1938 году, в Белостокском, Новогрудском и Полесском воеводствах, земли которых впоследствии отошли бы с СССР, уровень охвата школьным образованием достигал 80%. Это было меньше, чем в среднем в Речи Посполитой, но гораздо больше, чем во времена Российской империи. Так что руководитель БРСМ за то, что придумал запрет на образование для белорусских детей в Польше, получает четвертое место нашего фейк-чарта. В Украине назначен новый министр обороны. А ведущая передачей «Наше время» на телеканале ОНТ Анжелика Веркова заявила, что он намерен снизить призывной возраст до 16 лет. Свежеиспеченный министр обороны Рустем Умеров открыто домикнул Верховной Раде, что та должна принять закон, чтобы уже 16 лет отправлять подростков в армию. Читай на фронт. Верховная Рада одобрила кандидатуру Умерова на пост министра 6 сентября. В тот день он перед ней и выступал. Мы нашли стенограмму его выступления на сайте Министерства обороны, внимательно прочитали, но не нашли ни слова о 16-летних призывниках. Об этом писали и российские СМИ, ссылаясь на неназванные телеграм-каналы. А телеграм-каналы, в свою очередь, ссылались на цитату министра, размещенную якобы агентством Униан. В Верховной Раде нужно задуматься, почему парни могут делать детей с 16 лет у нас, а служить только с 18? Мы попросили агентство Униан подтвердить достоверность публикации и получили ответ, что они не публиковали эту информацию. Поэтому Анжелика Веркова и телеграм-канал Прямой Эфир за вымышленное заявление министра получают бронзу Weekly Top Fake. Армения отказалась проводить учения ОДКБ и вместо этого провела их совместно с США. После этого ее начали критиковать на белорусском телевидении. На СТВ в передаче «Сасу полномочен заявить» украинский военный эксперт Юрий Дудкин заявил, что армянское руководство подчиняется Госдепу и Соросу и всегда игнорировало учения сил ОДКБ. Кстати говоря, Армения, входящая в ОДКБ, никогда не участвовала в военных учениях, совместных военных учениях ОДКБ. Мы изучили сайт ОДКБ и новостные ресурсы и выяснили, почему это неправда. 2015 год. На территории Армении прошли учения с миротворческими силами ОДКБ. 2016 год. На территории Армении силы ОДКБ отрабатывали пресечение террористических угроз и ликвидацию вооруженных бандформирований. 2017 год. На территории Армении прошло совместное учение взаимодействия 2017 армянских и российских войск. 2019 год. Войска Армении приняли участие в учениях «Нерушимое братство». А в 2020 году Армения пропустила учения, которые проходили в Белоруссии из-за ситуации в Карабахе. Но в 2021 году учение «Гром» уже прошло на территории Армении. Отрабатывали проведение антинаркотических операций. А за то, что военный эксперт Дудкин не знает об участии Армении в учениях, он получает серебро фейк-чарта. Тему Армении продолжил телеграм-канал ЖС Премиум и разместил совместную фотографию Николы Пашиняна с Джорджем Соросом. Никол, ты помнишь, как все начиналось? Безбороды на снимке, спонсор цветных революций, майданов и освободительных войн. И, кстати, глава Азербайджана Алиев через месяц после провала госпереворота в Белоруссии назвал премьер-министра Армении Пашиняна ставленником американского миллиардера Сороса. Обратите внимание, что на фото у Пашиняна почему-то нет шеи. На самом деле Сорос на этом снимке сфотографировался с премьер-министром Македонии Зораном Заевым. И было это пять лет назад. Вот оригинал этого фото. Сообщалось, что тогда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе они обменялись идеями по активизации сотрудничества между правительством Македонии и фондами Сороса. А вот президент Азербайджана сам встречался с Соросом неоднократно. Вот об этом сообщает азербайджанская государственная пресса в 2007 году. А вот фотографии их встречи в 2015 году на сайте президента. А за поддельное фото GS Premium получает первое место рейтинга неправды. Если вы находитесь за пределами Беларуси или уверены в своей безопасности, ставьте палец вверх этому видео, подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А это были все фейки, о которых мы хотели вам рассказать. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Наших подписчиков на Патреоне ждет небольшой бонус. А с вами была Алена Чернявская. И до новых фейков на следующей неделе.